Hey everyone, I'm Justin. Я носитель английского языка, но я изучаю русский язык. И из-за этого прекрасного решения учить русский язык, я попал в Россию, и там прожил два года у вас. И я, короче, хочу вам сегодня рассказать, что я предпочитал в России, чем на Западе, с точки зрения иностранца. И если вам понравится мой дикий русский язык, то не забудьте подписаться на канал. Я давно снимал видео на эту тему, где я обсуждал три вещи, которые лучше в России, чем на Западе, по своему мнению. Но сегодня будет три других вещи совсем. Я, короче, думаю, что много русских думает, что жить в Америке это просто сказка какая-то. Но, как я говорил, у каждой страны есть свои плюсы и свои минусы. Первое, мне безумно нравится ваша система публичного транспорта. Особенно в маленьких городах. Да, в Санкт-Петербурге и в Москве метро очень красивые, дешевые и надежные. Но даже в маленьких городах у вас есть автобусы почти везде. И это очень классно. Потому что если ты здесь живешь хоть где угодно за городом, то есть не в большом городе, то вам обязательно иметь машину. Мы здесь должны вводить машину в продуктовный магазин, в банк, в школу, к друзьям, в гости и так далее. И это ужас, что почти обязательно иметь машину, чтобы здесь жить. И теперь вторая вещь, которая мне очень нравится. Когда вы покупаете товары, налог товаров включен в цене. Например, если я куплю рубашку и там цена показана как 800 рублей, то это все, что я должен заплатить. Но тут цены не показывают налоги, на которые мы еще должны заплатить. И еще эти налоги отличаются от друг друга, зависимо от того, где вы находитесь. То есть в одном штате или провинции налог на товары может быть 5%, а в другом будет 10 или 15%. Но в России мне очень понравилось, как вы только заплатили на сумму, которая там была показана. И третье, это ваша художественная культура. Я в России был безумно удивлен за то, насколько рекламу я видел на театр, через спектакли. Мы здесь очень редко ходим в театр. Если честно, мне казалось, что русские в России ходят в театр, как так часто мы здесь ходим в кинотеатр. Но здесь обычно люди ходят, может быть, максимум раз в год в театр, а вроде еще меньше. И еще книги просто везде и даже не очень много стоит в России. И для тех потаников, как я, это очень хорошо. К сожалению, я пока не знаю русского языка, достаточно хорошо читать всю русскую литературу на русском языке. Но те романы, которые я уже прочитал на английском языке, просто замечательные. Больше, когда люди думают, например, об Америке, они не думают о литературе. Но почти все, когда слушают Россию, уже начинают думать о Торстое, о Гоголе, о Пушкине. Потому что почти все знают, что у России есть одна из самых лучших художественных литератур в мире. И, может быть, вы не понимаете, почему я снимаю видео на эту тему. Я, конечно, люблю свою страну, но да, многие иностранцы на Западе совсем не понимают Россию. Думают, что все системы находятся в прошлом. И поэтому я просто хотел вам показать, что не все иностранцы, как я, так думают. И, конечно, хотел делиться с вами моим мнением о том, что я думаю лучше в России. Это все, ребяточки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И если вы не поняли мой русский язык, то меня побарабану, потому что мой русский язык мои правила. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok